Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Фермеры просили об этом давно. В регионе в связи с засухой введен режим ЧС. Не вернуть очередной антирекорд региона. 20 детей утонули с начала купального сезона. Что ни день, то новый антирекорд. За сутки в Алтайском крае выявили сразу 224 новых заболевших COVID-19. Мы по-прежнему входим в десятку по суточному приросту больных в России. В лидерах Бурнау здесь 94 инфицированных. Следом Рубцовск 26 человек, а также Бийск плюс 22 человека. Всего в регионе на сегодня скончалось 4 пациента. Один из них от COVID. На Алтае введен режим ЧС. Засуха, кажется, сделала свое дело. Впрочем, и введение режима сельхозпроизводители просили власти уже давно. На некоторых территориях края последний дождь был в мае. Сейчас со мной в студии Анастасия Дороган. Настя, здравствуй. Привет, Лена. Ну, расскажи, каков масштаб трагедии? Ведь именно вот этим словом многие все происходящее и называют. Да, ситуация действительно очень страшная. По факту ЧС вводят в 44 районах. И в половине из них посевом особенно очень тяжело. Собственно, главный показатель того, что чрезвычайную ситуацию пора вводить – осадки, которых не было. Кулундинский район сейчас называют одним из самых пострадавших. Мы связались с местным фермером Анатолием Плохотниковым. Разговор был короткий и удручающий. Конкретно у нас последний дождь был 4 мая. У нас на полях ничего нету. Все засохло. Ситуация ужасная. Сам Анатолий Плохотников, мягко говоря, подавлен. Среди таких же попавших в экстремальные условия все западные районы от Зминогорского до Хабарского. Там осадка выпала на 50% меньше или того хуже. Сегодня их положение обсудили на заседании Краевого правительства. Для примера взяли Локтевский муниципалитет. На 7 тысячах гектаров посевы погибли. Пострадало 81 тысяча гектаров. Это две трети от всех площадей. Уже сейчас фермеры ощущают нехватку кормов. Приходится использовать запасы прошлых лет. И это только начало. Считаю необходимым предусмотреть в 2021 году дополнительную поддержку на приобретение семян. Цифры урожайности, чтобы было понимание. Если в 2019 году в наших районах в среднем урожайность зерновых и зернобобовых культур была от 12 до 17 центровых гектаров в чистом виде, то сегодня прогнозируемая биологическая урожайность просматривается на уровне 7-9 центровых гектаров. А это, по сути, себестоимость. В итоге губернатор признал ситуацию чрезвычайной. Кстати, последний раз режим ЧС вводили в 2014. Тогда это было связано с очень ранним снегом, когда уборка еще не закончилась. А что касается такого лета, то, похоже, было в 1997. И по словам специалистов, ущерб был действительно большой. Начать официальную оценку того ущерба, который уже сегодня в видовом варианте просматривается. Надо уже начать взаимодействие с, наверное, банками. Говорить, вероятно, о пролонгации, об отсрочке, о рассрочке исполнения кредитных обязательств, не навредив при этом, естественно, кредитной истории всех наших сельхозтоваропроизводителей. А после стоит обратиться в правительство, надеясь на хотя бы частичное возмещение убытков. Прошлые годы, рассудил Виктор Томенко, помощь мы получали. А что касается года этого, то главный алтайский синоптик Александр Люцигер считает, что сошлось несколько факторов. С апреля наступила жара, осадков было меньше наполовину, а то и больше. Снег ушел в почву, так как зима была теплая и земля не промерзла. Плюс ко всему суховеи, которые еще больше высушивали почву. Кстати, в ближайшее время ожидают дожди. В тех районах, где еще сохраняется более-менее удовлетворительное состояние, он еще может кого-то поддержать эти осадки. Ну а там, где это уже поздно, то, скорее всего, эти осадки могут быть даже уже во вред. Потому что по предварительному прогнозу, который мы получили из Новосибирского гидрометцентра, вся вторая декада будет с осадками. За половину месяца осадков может выпасть даже больше, чем нужно. Этот прогноз, конечно, может поменяться, но эксперты уже говорят о гибели. Гибели урожая в той или иной степени. По предварительным данным Минсельхоза края, сумма ущерба по прямым понесенным затратам больше полумиллиарда рублей. Размер недополученного урожая почти 7 миллиардов. Уже не вернуть. Сегодня спасатели нашли девочку, которая накануне утонула в реке Аллей в Рубцовске. Впервые за 10 лет, по данным следователей региона, фиксируется рекордное количество детей, погибших на водоемах. С начала купального сезона в край утонуло 20 человек. Четверо только за последнюю неделю. Почему гибнут дети и можно ли остановить печальную статистику? Расскажем далее. С приходом тепла люди потянулись к водоемам. На днях река Аллей в Рубцовске унесла жизни троих детей, мальчиков и двух девочек. Тела двоих обнаружили сразу в день трагедии. Сегодня водолазы подняли из воды тело третьего ребенка. Следователи проводят проверку. Печальная статистика и в Барнауле. Накануне на так называемом Барнаульском ковше утонул подросток. Мальчика нашли в этот же день. Сегодня мы приехали на место. Рыбаки, говорят, не знают, в чем причина трагедии. Но детей без сопровождения родителей здесь видят часто. Я на той стороне сидел. Ребятишки оттуда вот. Вот такие вот переплывали сюда. Потом отсюда туда. Не бояться нифига. А это место даже диким пляжем сложно назвать. На дне валяется мусор, кирпичи, камни и битое стекло. А эта трагедия и вовсе произошла на глазах детей-очевидцев. В начале июля в районе поселка Комсомольский на диком пляже погиб 15-летний подросток. Прыгнул с плотика. Там была глубина метра 3-4, где-то так. Там была яма. У него застряла там нога. В яме, да? Да, в яме нога застряла. Он старт захлебывается, ну, на помощь как бы позвать нет. Люди вроде бы вокруг находились, но почему-то никто не оказал помощи. Не знаю, не каечали они, что ли. Ну, по всей сохране, господи, не дай бог. Здесь не санкционированный пляж, поэтому и ребенку было 15 лет. Родители, вы можете представить, они на работе, естественно. Цифры пугают. У полицейских исследователей есть свои версии, почему статистика ползет вверх. Дети разных, разных возрастов зачастую ссылаются на то, что родители отпускают, что родители в курсе. А когда передаем родителям, естественно, родители не знают. В бассейне на глубине более 1 метра 30 сантиметров обнаружено тело 12-летнего мальчика, который предварительно мог прыгнуть с лестницы и удариться головой о дно. При этом родители только вечером заметили тело ребенка. Обычно трагедии случаются на диких пляжах. Там, где дно водоема не обследовано и нет спасателей на берегу. Официально купальный сезон еще закрыт. Это значит, что все пляжи попадают под эту категорию. Ежедневного избежания трагедии на воде проводятся рейды и патрулируются акватории. Полицейские садятся в катер, берут курс на ближайшую зону отдыха у воды, беседуют с родителями и разъясняют детям правила поведения на водоемах. Чтобы всегда она была под присмотром, одно и запрещено находиться ей теле-мором. Плывем по реке. На берегу замечаем первых нарушителей. Подростки на этот дикий пляж приехали одни. В данный момент проследуем в отдел полиции. Выйдем на связь с родителями вашими и будем передавать вас. Поэтому собирайте вещи. Всего с начала года в Барнауле поймали 72 ребенка, рядом с которыми не было взрослых. Но следить за всеми невозможно. Сотрудники полиции предупреждают мам и пап, что оставлять детей на пляжах или вблизи воды одних нельзя. Иначе печальная статистика будет только расти. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком. Следователи возбудили уголовное дело после избиения подростков в камне на обе. Речь идет о группе ребят, которые регулярно избивали сверстников. Почти все хулиганы состояли на комиссии по делам несовершеннолетних. По версии следствия, насилие стало возможным из-за того, что это допустили в органах системы профилактики. Правоохранители нашли состав преступления по статье «Халатность». Об одном таком инциденте мы рассказывали в начале июня. Несколько подростков избили случайно попавшегося мальчика. Кадры оказались в сети. После нападения ребенок лечился в больнице с отрясением головного мозга. Почти всегда в таких случаях наказать жестоких подростков сложно, так как им еще нет 14 лет. На днях в Монголии на границе Горного Алтая зафиксировали случай заражения бубонной чумой. Это насторожилые жители Алтайского края, ведь люди еще не успели прийти в себя от коронавируса. Грозит ли нам еще одна пандемия? Разбиралась Ирина Корчагина. Еще одна пандемия. Черный мор. Как вообще пережить 2020 год? Пожалуй, многие именно так отреагировали на новость о том, что в Монголии на границе с Горным Алтаем зафиксированы случаи заражения бубонной чумой. Сообщается, что местные жители ели сырое мясо сурков. Кстати, в свое время чума унесла жизни миллионов людей в Европе. Обычно схема заражения работает так. Крыса, блоха, человек. Могут ли заболеть домашние животные? Могут. Если, опять же, произошло заражение при укусе того же, допустим, креща или блох. Эту ситуацию мониторят у нас противочумные станции. Чтобы человеку заразиться чумой, нужно очень любить диких грызунов. Разделывать их тушки с порезами на руках, есть сырое мясо. В общем, надо очень постараться, чтобы заработать себе бубоны. Если говорить о варианте передачи от человека к человеку, возбудителя, то это реализуется только в одном случае, если вдруг человек болен легочной формой. Тогда он выделяет возбудителя в окружающую среду и сам превращается в источника для окружающих. Но в последние годы наблюдения за чумой, регистрации случаев заболевания чумой, случаев легочной формы не регистрируется. В основном это бубонная форма. В данном случае человек является опасным, если только выделения из бубона попадут, например, в открытую рану другому человеку. В моем бытности за последние, я думаю, что лет 30 бубонная чума не регистрировалась на территории Алтайского края. Экскурсоводы тоже не видят ничего страшного и говорят, что в той же Монголии следует опасаться не чуму, а более приземленных вещей. Это в первую очередь, конечно, кишечное отравление. Это связано с водой, и здесь все очень просто. Чистая вода всегда с собой, канистры, не надо пить воду из рек, и не надо в юртах хватать всю пищу, которую вы видите, и все срочно пробовать. Потому что кисломолочные продукты, они всегда дают себе для разных людей разные опасности. Так что единственный след чумы в Алтайском крае – это чумной доктор, которого часто видят на улицах и в магазинах Барнаула. Надеемся, что беспричинно. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжим. Завтра почти 6 тысяч выпускников будут сдавать третий единый государственный экзамен – профильную математику. В этом году из-за ограничений пересдача не предусмотрена. И об этом надо помнить, предупреждают в Минобре. Там отметили, что во всех аудиториях есть видеонаблюдение, причем записи будут храниться, и при необходимости их смогут отсмотреть наблюдатели. А потому представители Министерства образования края просят школьников не использовать шпаргалки, иначе удаляться экзамен. Сегодня шпаргалка для ребенка – это значит отложить экзамены до следующего года. В этом году у нас экзамены не пересдаются. Поэтому, если вы с телефоном или со шпаргалкой сразу понимаете, общественные наблюдатели, которые сегодня смотрят за проведением экзаменов, не в аудитории, а именно онлайн-режиме, обязательно заметят какие-либо движения, которые есть в аудитории. В ведомстве отметили, что в этом году четверо выпускников уже попались на шпаргалках. Их удалили с экзамена. Теперь им придется ждать целый год, чтобы повторить попытку. Создана сама природа и располагается на открытом воздухе. Это я о необычной выставке известного алтайского скульптора «По дереву». В чем необычность волшебной страны Александра Парфенова, расскажет Никита Ермаков. Эту выставку я продолжаю уже много лет. И она разбросана по разным уголкам земного шара. Сейчас я такой подарок барнаульцам принес на родину. Фрагментик всего-навсего. В руках мастера, казалось бы, из бесформенных пней. Коряк рождается герой сказок. Невиданные животные и даже мифические персонажи. Вот, например, цапля, привезенная с берега Катуни. А вот то ли собака, то ли кошка. Смотря, с какой стороны посмотреть. А сам автор утверждает, что это полностью заслуга природы. Она главный скульптор. Основным материалом и основным, скажем так, исполнителем уже становится не автор, не человек, не его мастерство, не его умения, навыки, а природа сама. Не я ее выдумал, не я ее надумал, не я ее навязал материалу. То есть все шло от естественных линий. Ну вот, чтобы увидеть их, мне надо было съездить в Новую Зеландию. Я два года на нее смотрел, ноги складывал, скажем так, во время чаепития каких-то. Я не видел вот этого персонажа. И у каждой скульптуры своя история. Вот, например, волшебный лес с домиком Бабы-Яги. Совсем как в сказках Пушкина. Вот с этой стороны щенок-змей-горыныща бегает, охраняет эту избушку. Вот здесь вот Баба-Яга стоит и ждет какого-то очередного дурака, который полезет по этой тропинке к ней наверхотуру. Умный в гору не пойдет же, да, то есть вот она ищет. А вот там елочка появилась, вот там фонарь, который светится в темноте. А самая интересная находка была, вот тут череп медведя. То есть он настоящий. Есть работы автора, которые проявляли характер и неуклонно вносили свои коррективы в композицию. К примеру, восточный колдун, ищущелам паладина. Я сделал ему руки, вырезал великолепные пальцы с ногтями, с морщинками. Нашел два дерева, согнутые под прямым углом. Сложил ему так руки горделиво. И решил маленько усилить цветом, да, и там углубить, прожечь ему в середине ложбиночку. Я что-то полчаса постоял, она не зажигается, потому что дожди промочили накануне. Залил водой, два ведра вылил. Утром прихожу, соседи стоят, как и в скором оцепенении, человек там 7-8, прямо такая немая сцена. Я тоже оцепенел сразу, подбегаю к ним, выгорело все. И сгорели эти руки, которые у него были до этого. Сам художник говорит, что все эти истории заставляют его снова творить, причем без перерыва даже на сон. Именно названий фигурам он не дает, каждый увидит в них что-то свое. А полюбоваться на работы автора можно практически в любое время в поселке Фирсово-Слобода. Кстати, платить за вход не нужно, а экспозиция будет только пополняться все новыми причудливыми композициями, рожденными самой природой. Никита Ермаков, Алексей Фрезин. День с толком. Далее о погоде. Спонсор прогноза компании «Валара». У меня к этому часу все новости. Спасибо, что остаетесь с нами. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!